Ну, а я осталась вот в этом Мозыре, Мозыре без власти, гуляет хулиганы. Что самое интересное, что один седой старик, значит, я ему назвалась, кто я, мой отец же был почетным гражданином в этой еврейской общине, я ему сказала, что я дочь, значит, цурель, а, рыб цурель, сатохтеп, значит, наидишь. Ой, 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 знаешь что, немцы, а немцы не вошли в город, в город без власти. Я даже не думала, ведь кругом были немцы, а тут никого нет. Он говорит, я пришел, заготавливаю прошение к немцам. Тут хулиганы, значит, грабят, убивают, издеваются над нами. Я попрошу, значит, чтобы немецкая власть нас защитила. Ну, я уже была где-то и знала, как немцы могут защитить. Я говорю, дяденька, не делайте немцы, это не те немцы. Никто вас не защитит. Они даже будут поощраться, эти хулиганы, издеваться над нами. Не делайте. А он, а что я в восемнадцатом году, мы так дружили с немцами, так хорошо это немцы. Ну, писал. И очень грамотно я прошла. Такое грамотное, интересное прошение. Глубокий старой эльф, вот с такой седой бородой. Ну, он писал прошение, но за эти дни вот пришли эти каратели. Значит, не фронтовые части вошли, а пришел карательный отряд, вот я уже вам говорила, через Припять из Пинска на баржере, на пароходе. И первое, что они вошли в город, они стали стрелять в окна. На площади они убили сразу полячку артистку. Она была на кастролях. Ольга. И вот ко мне пришла вот эта Лена. А Лена была у этой теси Гаша, не с одной деревней. И она сказала, Лена уже пыталась, когда наши отступали, она пыталась уйти. И у нее за 16-летней девушке загнала в голову, что она должна воевать против фашистов. Вот что бы то ни стало, она должна воевать против фашистов. Так она уже удиралась с нашими, когда наши отступали. Мать ее сняла с машины. И вот она заходила к этой Гаше. И Гаша ей сказала, вон пришла, значит, соседка из Минска. Ну, она не знала, конечно, что это с гетто. Но у вас в Минск она тоже собирается, значит, воевать с фашистами. Вот говорили с ней. И вот она пришла ко мне и говорит, сразу, без всякого. Слушай, ты идешь к фронту. Я говорю, а ты кто такая? Две большие косы, типичная белорусская девушка. Начинает мне рассказать, я Мозыранка, мы жили в Мозыре. В 19-м году отца послали в Баранович. Он работал там на партийной работе. А потом эвакуировались, значит, раз бомбили вагон. Я провела маму, и мама чуть не с ума сошла. И этих сестренок, они в деревне. Я говорю, так чего ты пойдешь к фронту? Какая-то, знаете, одержимость. Я говорю, знаешь что? Если мама тебе разрешит, ты пойдешь со мной. Я-то, конечно, иду. Ну, а если не разрешит, я тебе без разрешения маме не возьму. Вот. Ай, бери меня, ты же такая. Ой, ты ни капельку. Я говорю, а ты знаешь, кто я? Я же из Минского гетто. Я ей сказала сразу. Ты знаешь, как обращаются немцы с евреями, я еврейка. Ай, мне что? Ни капельки ты не похожа на еврейку. Ни капельки, ни капельки. Никто не узнает. Мы пойдем и как-нибудь я придумаешь. Это моя родственница. Идем, бери меня. В общем, бери меня к фронту. Ну, ладно, мы с ней договорились встретиться. Но когда вот эти каратели стали в городе вот такое делать, и когда я увидела, значит, Аша меня прогнала, и я пошла к этой старенькой городе. И в тот день провели вот это вот 200 человек, мужчин и мальчиков на убийство. И они как... Я же видела уже много в гетто, как гнали, как все. Ну, чтобы в вечер угнали с лопатами, с досками стариков. И этот шел впереди, вот этот, который писал про Шене. С этой средой он шел. Несколько родов таких стариков шло. Потом шли более молодые мужчины, таскали коллег и мальчики между ними. Вот так группа прошла, я знаю, 150-200 человек. Я не думала к вечеру, что их на расстрел. Вели их два эсэсовца и русские мальчишки бегали и кричали. Бей, жидо, спасай Россию. Я думаю, их ведут на работу. Причем кричат, почему бей? У меня даже тоже это никак не дошло. Но когда я услышала, завели патефон, музыку и услышала вот эти выстрелы и крики, я уже поняла эту трагедию. И потом они сошли и пели песни. Я не знаю, это люди, не люди, которые могут после таких событий петь песню. Потом они приташили еще двух и даже те не взобрались на гору. Их тут же пристрелили и догнали своих, опять пели песни. И приходит она в деревню Бобры и говорит, а вы думаете, что она украинка? Она же имозовская жидовка, ее же там познали. Слушайте, а куда зло сберется у людей? Что я им сделала, этом Бобры? Мама сажала там картошками, дружили с этим Бобры и одной семьей. И мы очень хорошо жалели, когда их раскулачивали. Это было все вместе. И вдруг они берут вилы, лопаты и они меня должны убить. И только одна девка говорит, а мы будем пачкаться с этой, как я. Позовем карателей и будет нам удовольствие смотреть, как ее прикончат. И я стою вот в окружении вот этих бандитов. И не знаю, почему Лена взялась. Она пошла по моим следам и ей сказала, вот тетя Гаша, что я пошла, значит, на новостроение. И, по-видимому, я ушла с города. И она пошла меня догонять, значит, надо идти в фронт. И она меня застала в окружении вот этих хулиганок. Она бежала в толпу. И это, надо же догадаться, мы никогда не говорили о том, что мы сестры. И говорит, какая она вам жидовка, это же моя сестра. Ну, типичная белорусская девочка называет меня моей сестрой. Видя, что она меня с толпы. Идем, идем к маме, идем. И мы пошли. Вышли с толпы, значит, ушли немножко далеко от деревни. Я говорю, знаешь что, я ухожу. Нет, 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 Вера, меня тоже на фронт. Я тебя не отпущу. А тогда идем к маме. Где мама? 7 километров. Идем лесом к маме. Приходим к маме. Встретила сестренка. Иди, скажи маме. Я говорю, нет, зови маму самой. Мы должны маме сказать. Мама вышла. Красивая женщина городского типа. Начала плакать. Куда ты оставляешь меня? Маленькие дети. Ты старшая. Куда ты пойдешь? С кем ты будешь воевать? Вот это идет. Вот она прошла уже с Минска. Вот она идет. Значит, мы до фронта доберемся. Прямо так это добраться. Мы все, все, героиня. Пусти меня, мама. Я говорю, слушайте, вы между собой можете спорить. И я не прошу, чтобы ваша дочь пошла со мной. Она пусть останется с вами в деревне. А я пойду. Ну, я знала же. Идут вот, как этот, которые на Кишинево и пришли. Значит, кому-нибудь пристану. Я и по дороге, я уже с многими договорилась, что если я в Мозыре не застану, я пойду к фронту. Значит, с кем-то пойду к фронту. И эта женщина, как я, она говорит, а почему? Значит, вы не можете тут подождать. Я подумаю, отпустить ее. Потому что я еврейка. Она на меня бросается целовать. Это же, это же самые лучшие мои друзья. Это же самые лучшие мои люди. Вот смотрите, тут меня хотели ненчевать. Это же самые лучшие люди. Я же у родственников, как чужая, мне так плохо и плачет. А это же евреи бы мне оказали всю помощь. Если вы еврейка, так моя дочь пойдет с вами. Я говорю, вы знаете, на какой риск. Но это она не сообразила, на какой риск. И что не дошло до всех вот это. Но она говорит, ну еврейка, вы же плохого ей не сделаете. Вы же ее только на хорошую дорогу поведете. Пусть идет с вами. Винула паспорт. Отдала ей. Мы с ней попрощались в лесу. И мы пошли. Вышли с этой берозовки. И я опять, Лена, говорю, иди к маме. Что ты ко мне пристала? Нет, я иду к фронту. Фронт у фронта. И тоже она мне придумывает историю. Знаешь что? Если я скажу, что ты моя сестра, никто не поверит. Мы совершенно не похожи. Мы будем говорить, что мы двоюродные сестры. Я, значит, мою семью разбомбили, и осталась одна сирота. А твою раскулачили, и они на Сибирь. Сразу придумал сценарий. Значит, твою раскулачили, и ты осталась одна, и ты жила у нас. Вот. Но мы двоюродные. Вот.